еще один сюжет связанные с этим регионом мы обратили внимание на анонсированный послом нидерландов в киеве визит голландских экспертов на украину с целью как они сказали очередного сбора обломков малазийского боинга я не оговорилась я опираюсь на данные которые были опубликованы в средствах массовой информации именно так для очередного сбора обломков малазийского боинга я хочу просто подчеркнуть чтобы все просто поняли о чем идет речь что буквально несколько недель назад миру и всем государством и всем людям предлагалось создать трибунал под эгидой совета безопасности оон и получается что через несколько недель после того как эта затея не прошла обнаружились новые обломки боинга который почему-то до этого никто то не собирал но это же это же просто как можно говорить о полноценном расследовании тем более выведение его над на высочайший уровень его а именно создание трибунала когда оказывается за год не сумели собрать все обломки это просто удивительно я еще хочу сказать что все это происходит за месяц до планируемого обнародование окончательного отчета о расследовании обстоятельств и причин крушения самолета то есть получается вдруг выясняется что имеющихся в наличии у следователей фрагментов вероятно недостаточно для для успешного завершения работы с писать и когда уже есть некие предварительные материалы наработанные в рамках существующих комиссий наработанные за год сейчас наряжается делегация за новыми доказательствами или за новыми деталями обломками самолета даже нельзя сказать что это доказательство потому что вы понимаете прошел год между тем вот просто хочется отметить что российские специалисты самого начала неоднократно указывали своим коллегам из нидерландов на необходимость в первую очередь вывести с места катастрофы все обнаружены обломки корпуса авиалайнера для их тщательного изучения и трехмерной реконструкции лайнера почему они это делали потому что это стандартные процедуры подобных случаях это не какая-то наша не какие-то наши нововведения это абсолютно стандартные процедуры и они подробно описаны в руководстве икао по расследованию авиационных происшествий и и цинь инцидентов и вы знаете ну достаточно странно что об этом приходится напоминать специалистам которым поручено проводить тщательное и всеобъемлющее расследование причин катастрофы малазийского боинга как там и и еще я хочу подчеркнуть что все таки на все таки мы должны понимать что это расследование ведется в том числе так сказать на основе или на базе резолюции совета безопасности он 2166 которая была принята в рамках этого органа то есть это все не самодеятельность должна была бы быть тем не менее свое время обломки самолета полностью так и не были собрана а все российские замечания на этот счет голландские специалисты которые безапелляционно утверждали что все необходимое для успешного разбирательства было вывезено на территорию нидерландов все наши замечания были отведены знаете я могу сказать что конечно такое отношение к делу не может не вызывать сомнений в компетенции исследователей и вообще в целом в качестве расследования и создается впечатление что отвечающие за него нидерландский совет по вопросам безопасности собственно говоря как и члены совместной следственной группы ведущей уголовное расследование сосредоточились лишь на одном на одной удовлетворяющей их версии случившегося и упорно не хотят прислушиваться к альтернативным экспертным мнениями мнением насколько бы здравыми и компетентными они не были просто иначе невозможно объяснить это нежелание учитывать объективные данные которые были предоставлены производителем зеркабук как вы знаете это по алмаз-анты и другие замечания российских экспертов и нас безусловно удивляет что нидерландская сторона до настоящего времени не отреагировал на выраженную нами готовность принять в россии экспертов из нидерландов для ознакомления с имеющимися у нас материалами и наработками по данному вопросу которые могли бы пролить свет на то что в действительности произошло в небе над украиной в июле прошлого года я понимаете чтобы не быть голословной просто попросила коллег и вот обращаю ваше внимание что относительно обломков и так сказать призывов к нидерландской стороне их собирать об этом говорил александр лукашевич который руководил департамент информации и печати на своих брифингах регулярно вот один из брифингов был 11 сентября 2014 года где примерно все то же самое о чем я сейчас говорила сборе обломков он об этом ставил вопрос но только это было спустя пару месяцев после авиакатастрофы а сейчас прошло больше года это просто действительно удивительные вещи творятся